Теперь о спорте. Волгарь в первенстве футбольной национальной лиги одержал вторую победу подряд. Причем добыл ее на последней минуте встречи с белгородским салютом. Единственный гол в матче забил Артем Бикетов. Благодаря этому астраханский клуб теперь в одном шаге от 10 места. Хронология спортивного поединка в материале Артема Лепехина. Победа едва ли не на одной ноге. Перед матчем состояние половины игроков Волгаря было, мягко говоря, неважным. Капитан Антипенко из-за травмы не тренировался неделю. В стартовом составе не нашлось места Александру Дегтяреву. Форвард переболел гриппом. Отсутствие последнего сказалось на созидании. В атаке Волгарь в первом тайме был слаб. Не отличались умом и сообразительностью наступления и гости. Но если салют и так не особо рвался к воротам хозяев, предпочитая отсиживаться в обороне, то Волгарь периодически имел моменты для взятия. Владимир Романенко должен был дважды огорчать голкипера с явно невратарской фамилией Криворучка. Узнать, насколько ловкие руки у воротаря салюта не получилось. Ноги Романенко не попадали даже в створ. Там он должен был уже решать. До этого были моменты. Но не такой он острый был, как обычно. Во втором тайме Владимира на поле уже не было. Алексей Коломиченко вышел на уколах. В одном из эпизодов полузащитник захромал, но благо все обошлось. Тем более в начале тайма гости были как никогда активны. Амир Бажев, еще совсем недавно находившийся в системе московского Спартака, то и дело тревожил Кабанова. После этого на поле воцарилась тишина. Вплоть до появления Александра Дегтярева. Неизвестно, играл ли форвард с температурой, но на поле он дал жару. Именно его точной передачей воспользовался Артем Бикетов. Забитый мяч стал неожиданностью. Многие на трибунах смирились с очередной ничьей. Но команда утерла нос скептикам. Астраханцы сильной волей, даже если здоровье подводят. Волгарь становится все ближе и ближе к своей цели. Быть восьмерке лучших команд дивизионно. Учитывая то, что по итогам тура астраханцы уже обошли московская торпеда. А ближайший конкурентный Енисей проиграли. И у них большее количество матчей, чем у астраханцев. У Волгаря есть все шансы по итогам следующего тура войти в десятку. Но сделать это будет не так-то просто. В гости ждет Волгоградский ротор. Артем Лепехин, Сергей Горянин. Вести Астраханская область.